Так просто подкинул, рукой махнул, ставил, открывал, доставал шары, вот и как бы с желтыми делал номер, потом с зелеными, ну и так далее, с одним, с двумя, с тремя, с четырьмя, с пятю, с шестью, по очереди. Потом все обратно запихивал. Вот прикольно. Прикольно. Скажи, когда ты вообще привыкался с вашими людьми? Как у тебя это произошло? Я сначала познакомился с унициклом, с одноколесным велосипедом. Будучи маленьким ребенком, я ехал с мамой на автобусе, смотрел в окно, мы спускались вниз со склона, и наверх поднимался мужчина на уницикле. Он был без клоунского носа, просто ехал в костюме, как будто на работу. Меня, видимо, это поразило, я начал делать одноколесный велосипед в деревне, распиливать наполам свой дух колесный. Естественно, ничего не вышло, но потом я из него все-таки сделал жираф в итоге. Одноколесный я купил. Купил, научился, начал кататься по городу, с другом мы научились, и встретил во дворе, ну, около своего дома, у нового торгового центра фаерщиков. Я говорю, ух ты, что это такое, научите, ну, приходи к нам, научим. Научился крутить пой, там два трюка, а потом меня показали жонглирование, и меня это увлекло. Ну, лет 10 назад точно, то есть, думаю, может даже пораньше чуть-чуть. Десятый, одиннадцатый или двенадцатый год, я точно не знаю. Ну, думаю, где-то десятый класс, одиннадцатый. Сейчас мне, ну, так, двадцать восемь. Сколько было тогда, я не знаю. А сколько, во сколько в этот, ну, заканчивать школу? В семнадцать? Школу заканчивать, ну, смотря во сколько пошел в школу. В двенадцатый класс заканчивать, ну, большинство восемнадцать. Восемнадцать. Ну, в общем, десять-одиннадцать лет где-то я жонглирую назад. Вот, начал. Класс. А ты помнишь, что тебя одиннадцать лет впечатлило, когда ты, типа, еще увидел? Не, я бы не сказал, что это прям такой переходный момент, встреча. Ну, да, это как бы, ну, с одной стороны, это переходный момент, но он не вот что. Просто они крутили огоньки какие-то. Нет, не помню. Вот. Ну, смотрите, буквально через два дома небольшой торговый центр от меня, да? Я выезжаю во двор или там возвращаюсь с прогулки домой, и, блин, ну, около торгового центра крутит огонь. Ну, по-моему, это может было даже какой-нибудь открыть автосалон, ну, такой коммерческий номер, там, три-четыре фаерщика. Ну, блин, ну, конечно, меня привлечет это. Вот. А в будущем... Тебя точно не помню. Ну, так закружило все, то есть, там, эти вот видеоуроки на ютубе, ну, даже не на ютубе, там, на сайте jugglers.ru. В juggling store магазин открылся .ru, у них были видеоуроки. Вот. Расскажи про этот момент, когда тебя... Вот как тебя начало тягивать? Ну, слушай, раньше, блин, я... Раньше рассказал такую историю, что я познакомился с фаерщиками, вот, какое-то время крутил, а потом понял, что веревки лишние и отрезал их. Вот, что шарш сам по себе идеальная форма. Такая легенда. Знаешь, смотри, было такое еще мероприятие. К нам приехал, насколько я помню, Никита Измайлов, контактный жонглер Костя Панин, тогда в творческую студию. Вот. Ну, не аналог, конечно, блин. Хотел сказать, аналог Дикой планеты, но как бы это не принижает творческую студию. Может быть, тогда, то есть, тогда ребята жонглировали как-то вот. Слушай, честно, не знаю, блин. То есть, я был тогда, попал в тусовку, когда, блин, люди делали все. То есть, кто-то ходил босиком по городу постоянно, надевал носки только, когда в дом заходил. Кто-то крутил поик, кто-то крутил став, кто-то жонглировал. Жонглировали в меньшей степени. Ну, как бы я пробовал все-все-все-все-все. И, видимо, вот из всех направлений меня больше всего увлекло жонглирование. Не знаю, как понять с ними. Ты говорил, что попал в тусовку, когда люди делали все. Ну, сейчас тоже так же, да. Мне кажется, оно сейчас тоже дома. Ну, тогда, например, собирались в парке, просто такая неформальная атмосфера. Слушай, мне кажется, на самом деле это возраст, когда ты в 17 лет попадаешь в круг увлеченных людей, тебе все интересно. Вот так. Тогда и все, ну, да, что дальше? Ну, мне сейчас, в принципе, все интересны. Ну, я тоже. Ну, мне просто сколько. Тебе сколько? Мне 20 лет сейчас. Постою? 20. Да, блин, я помню себя тоже в этом возрасте. Я бы не сказал, что это большая разница, сильно. Ну, как бы, плюс-минус 6 лет. Но тогда, да, можно было, типа, приходит вымысль, идея, блин, вау, круто, поеду по стране давать мастер-классы. Все, садишься, едешь по стране давать мастер-классы. Супер. Ну, как твой проект с интервью. Большой, амбициозный. Класс. Скажи, как тебя стиль заводился свой? Откуда ты его взял? Сможешь? Ну, блин, а что считать моим стилем? Молекулярная. А, есть молекулярная. Молекулярная? Да. По-моему, где-то по старту я видел, что его именно так стильные. Ну, хорошо, так, давай, значит, разберемся с моим стилем. Как тему называешь? Ну, я бы сказал, что у меня, можно сказать, ну, если бы сам определял, да, что я жонглирую клеймоушн, такие вот вещи. Вот, и если его вплетать в саму жонглирую, то получаются разные стопы, такие вот такие вещи. Ну, что-то такое, вот, это клеймоушн, это я просто слезал из интернета. Вот, да, ну, вы потом порежете, да, там всякие паузы и все такое. Да, я бы назвал своим стилем то, что вот прям такое мое, что мне нравится, и то, что я придумал, так, не будем скромничать. Вот, это тетрис, так называемый, то есть, когда мы делаем такие вещи, да, и вот первый трюк, который в этом стиле я придумал, это вот такой вот стоп. Вот, даже есть видео, где я его делаю, вот, да, блин, это была просто тренировка на самом деле, просто тренировка в джагле. Ну, мы все в зале, в другом, ни в этом, ни в белом, в том стороне джагле, мы все жонглировали, как бы была свободная тренировка, там человек десять. Может, побольше все что-то делали под музыку, ну, просто взял, появился, не помню, как. Возможно, это мячи, то есть, мячи у меня Russian Ball, итальянские, play juggling, вот они мягкие и липкие, вот, и фиг знает как, но вот в какой-то момент я сделал что-то такое. Не знаю, просто пальца сами взяли и разнесли. Ну, тетрис, и в итоге, как бы, если с пятью мячами показать, там будут какие-то прикольные штучки. Ну, да, кстати, вот тетрис, потому что получается с четырьмя мячами такая фигура. Вот, и молекулярное жонглирование, да, я сцепляю, ну, в машине можно забрать, вот, мячи с тяжкой, ну, болтом, короче. Вот, эта штука пришла так, есть жонглер Веспедан, вот, у него тогда вышло видео с throwjoy, типа, радость забросков я перевожу, ну, не знаю, как правильно переводится. Он там скрутил скотчем булавы, скрутил скотчем кольца, скрутил скотчем кольца булавы, сделал кучу всего со скотчем кольцами булавами, вот, мы просто были без ума вообще от этого всего дела. Вот, это просто переворачивало мозг, сознание, вот, то есть, когда мы, когда я путешествовал по, ну, по стране, там три недели, и показывал мастер-классы там в десяти городах, где была возможность, мы включали это видео, был кинопоказ, вот, это просто переворачивало сознание, но он не закрыл одну, он не закрыл одну, ну, область, да, взял булав, взял кольца, но он начинает все с шаров, вот, где шары скрученные скотчем, я понимаю, почему это не сделал, потому что, ну, скотчем будет некрасиво, вот, собственно, так это и родилось, то есть, как бы, я потом подумал, а как это сделать, и, ну, стянул их болтами, вот, а дальше еще была мода на спиннер, вот, и пришлось сделать молекулярный спиннер из шаров, вот, я сейчас могу, ну, потом, после интервью могу сходить до машины, можно снять стеночки приколы. Да, слушай, еще, так, если коротко ответить на твой вопрос по тому, как, ну, и абстрактно, как я пришел к своему стилю, то есть, я просто жонглировал, ну, вот, в нашей среде в Нижегородской, мы все придумали каждый свои трюки, ну, ну, как бы, совершенствовались вместе, вот, и эти вот совместные тренировки, они какой-то, мне кажется, создавали такой, ну, такое единое поле, с летней, вот, как будто вместе мы приходили к каким-то классным штукам, такой, ну, в общем, атмосфера располагала творческая, ну, так. Я знаю, да нет, и, как бы, сейчас не факт, что существует. Ну, да, ну, я бы, как бы, ну, в Тетрис выделял, как бы, такой вот элемент, когда ты, ну, зажимаешь мячи таким образом, может что-то делать такое, да, или там три мяча, какие-то такие вещи, ну, вот, и именно вот кто использует такую, такую технику, вот, как бы, такой разводки, да, и такая линия может получаться, там, стопы, разные такие вот вещи, я нашел, нашел относительно недавно только одного японца в инстаграме, у него офигенные пальцы, как будто он просто, ну, мне кажется, он вот так вот их может выгибать, как будто он пианист, и он делает вещи в этом же стиле, прям в таком же духе, вот мы с ним списывались пару раз, вот, других японцев, я бы не сказал, что они в таком же стиле, но они в другом крутом, они круче, короче, нет, так как японцы, я не могу. Ну, на самом деле, Тетрис громко выделять в отдельный стиль, вот, тогда будет страничка в интернете, где там Тетрис Джаглинг, там будут какие-то основные моменты расписаны, вот, как сделано с сайтом claymotionjuggling.com, если хотите claymotion изучить, то заходите на этот сайт. Я не думал, что, типа, я думал, что для этого тоже будет, в принципе, ну... Да может был, хрен знает. Кстати, хрен вырежете, пожалуйста. Может быть был, не знаю. Ну, типа, тросты тоже, они появились, есть, в принципе, да, но то, что им я делаю, я не видел вообще не делаю. Ну, и мало кто это может сделать на дереве, на дереве это вообще не делаю. Дерево что это? Ну, просто на деревянных, полках, да. Деревянные просто они используют. Слушай, надо, чтобы в конце кто-то взял интервью, интервью у тебя тоже. Сам у себя вряд ли возьмешь. Вполне возможно, на этом он будет. Ну, на самом деле, я думаю, что даже без этого. Ну, твой вклад будет большим, если это выйдет в видео. В смысле, большое мероприятие? Ну, тусовка, конвенция, типа, да, там? В конвенции. Может, ты был на дереве? Не, к сожалению, нет. Как-нибудь съезжу. Ну, вот. Ну, я был на российской женгверской конвенции 14-го года, которую Сергей и Настя организовывали. Вот. Собственно говоря, это тоже был одним из преломных моментов. Вот. До этого я был на фестивале в Гуции, в Москве. Не помню, как он назывался. Фестиваль. Он был не такой большой, как бы, вот. Ну, тоже этот выезд, как бы, в Москву. Ну, первая конвенция, где приехали иностранцы, там, Юрий Мамура, если правильно представляю, Акатампе. С Пашей Егорским я тогда познакомился. И вообще я увидел, что ни сихига себе, в Москву приехало, блин, там, сто человек, сто пятьдесят, двести, не помню сколько. Ну, много жонглеров из разных городов. Там, Рязань, Петрозаводск, ну, куча всего. Мы познакомились вживую с ними. Я прям увидел, вот, ни фига себе, там, ну, жонглёрская сторона. И понял, что это, оказывается, интересно людям. Вот, реально, и что можно поехать куда-нибудь с мастер-классом. Чего? А? Чего, чего? Ничего. Углажаем? Я можно глоточку сделаю у Витана? Да, понятно. Полиуретана? Полиуретана, да. По-моему, это такая штука, что у нас продаётся. Да-да-да, рекомендую, кстати. Фидиальный лимонад. Это наш Нижегородский лимонад. Фидиальный лимонад. Фидиальный лимонад. Фидиальный лимонад. Лимонад тоже есть такая штука, но она... Город Лимонад не далеко. Лимонад тоже есть такая штука. Прикольно. Если буду, попробую. Ничего. Но он не такой классный. К сожалению, он не делает все эти шансы. Вижу, это заряжает. Там всё нормально по кадру? Да, я на самом деле... Не парюсь. Нет, они висят совсем не так. То есть они стремляют в вертикали. Поэтому, если я строю в вертикали, которые они строят, в вертикали, в вертикали. Здесь не хватает. Здесь такая, здесь такая. Поэтому, по-любому, этот угол будет прибават. Всё очень хорошо. Да. Можно метров отборливать? Да, конечно. Просто сейчас было припорно слышно, как ты пьёшь. Там слышно, да? Да. Ну да. Обязательно надо врезать рекламу. Всё, идём дальше? До новых встреч! Да там оставься. Ну, ну... Спасибо.